всех приветствую с вами александр котов и мы начинаем большой седьмой уже новогодний концерт подписчиков канала начинаем первое отделение я всех поздравляю с наступающим новым 2024 годом уже скоро закончится для меня 2023 год уже примерно без 10 12 у меня сейчас до новый год для меня наступит прямо во время съемок вот нашего с вами концерта спасибо всем кто прислал видео к сожалению если вы не смогли поучаствовать в этом концерте по тем или иным причинам то ничего страшного будут еще концерты новогодние есть рубрика играют мои подписчики вот в этом году под конец года что-то вирусы нас одолели в школе многие заболели мероприятия переносятся некоторые даже на январь 2024 я тоже вы видели наверное сообщение оставлял в контакте ну ничего страшного главное что сейчас мы с вами должны успеть записать этот новогодний концерт в принципе для этого у нас есть новогодняя ночь чтобы сейчас его записать и смонтировать и чтобы 1 января его выпустить будет первое отделение потом через какое-то время не сразу я буду это монтировать ждите будет второе отделение ну как обычно надеюсь этот концерт вам понравится будут как постоянные участники так и несколько новых участников может быть даже некое открытие для нас с вами будет но все увидите все увидите итак начинаем первое отделение где же моя папка у вот она моя красная папка с которой я всегда вместе с этой папкой уже много лет итак первое отделение открывает по уже сложившейся традиции александр мартынов поприветствуем александра это постоянный участник естественно наших концертов я немножечко напомню вам александр занимался по моим видео урокам самых первых уроков играл гаммар пьеджо пьесы спустя время стал больше играть на слух и перед под собственный аккомпанемент для удобства игры во всех тональностях александр приобрел себе пятирядный баян там удобно играть можно даже одной аппликатурой играть во всех тональностях также александр еще занимается на гармонии продолжают учить новые мелодии песни теперь это его хобби номер один как он сам мне сказал а вот тут я увидел у александра одну интересную фотографию на его странице несколько фотографий говорю александр кто же это кто же это давайте мы с вами вместе посмотрим ну ка где здесь фотографию разместить у посмотрите посмотрите товарищи в прошлом году завели собаку назвали герда метис немецкой овчарки умная девочка учим с ней команды и вот был интересный случай александр мне рассказывал собаке было с полгода а сейчас полтора года александр пришел с работы взял гармошку и собака стала петь так сказать под гармошку да стала реагировать на это немножко подвывать стала с тех пор герда поет под гармонь да стоит только поиграть при ней сразу начинает и что интересно только под гармонь поет а под воян александр пробовал не хочет почему-то петь о как вот такая вот красивая феноменальная собачка и так пожалуйста александр исполнит нам песню композитора евгения крылатого на слова поэта леонида дербенева из советского телефильма чародей три белых коня пожалуйста александр открывайте наш концерт остыли реки и земля остыла летит на кухня лишь дома и это городе тепло и сыро это городе тепло и сыро а над городом зима 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 и уносят меня и уносят меня зенящую снежную даль три белых коня их три белых коня декабрь январь и февраль зима раскрыла зима раскрыла снежные объятья и до весны все дремлет тут и только елки в треугольных платьях и только елки в треугольных платьях мне навстречу все бегут и уносят меня и уносят меня зенящую снежную даль три белых коня их три белых коня декабрь январь и февраль постыли реки и земля остыла но я замерзут и не боюсь это городе я все грустила в этом городе я все грустила а за городом смею и смею и смею и уносят меня и уносят меня зенящую снежную даль три белых коня их три белых коня их три белых коня декабрь январь и февраль спасибо большое а следующий участник нашего концерта гордеева татьяна город сортовала учится самостоятельно по моим и не только видео урокам ну вы знаете татьяна уже постоянный участник наших новогодних концертов и ее уже далеко не в первый раз видеть на канале я бы даже сказал что это яркий пример того как взрослый человек без музыкального образования может вот научиться играть на баяне причем даже некоторые такие профессиональные пьесы не просто обычные песни татьяна не собирается останавливаться на достигнутом и сказала мне что приобрела уже цифровое пианино давайте поддержим татьяну во всех ее начинаниях татьяна очень любит играть на баяне и сегодня в ее исполнении мы послушаем знаменитую мелодию из репертуара джода сцена если бы не было тебя у меня на канале есть видео урок по которому татьяна научилась играть эту мелодию и так джода сцена если бы не было тебя пожалуйста а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потом решил привести баян от родителей к себе И начал потихоньку вспоминать, учиться заново Сегодня мы послушаем знаменитую песню из кинофильма «Москва слезам не верит» Сергей Никитин Вы все знаете Александра, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы можете прямо так и набрать в поиске «Капитан Аккордеон» Или я оставлю еще ссылочку в описании к этому видео Можете посмотреть обычное видео и шот с короткие видео, обратите внимание, имеются Стаж игры всего два года Причем, что интересно, один год на баяне и потом один год именно на аккордеоне Давайте же послушаем, чего добился капитан Аккордеон Можно сказать, за один год именно на аккордеоне «Пожалуйста, в лунном сиянии» называется еще «Колокольчик» или «Динь-динь-динь» «Романс», относящийся к так называемым «Ямщицким» песням поэта и композитора Евгения Дмитриевича Юрьева «Пожалуйста, в лунном сиянии» «Пожалуйста, в лунном сиянии» Спасибо большое И еще одна знаменитая мелодия от капитана Аккордеона Музыка Макроусова из репертуара ансамбля песняры «Вологда» Музыка 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 Спасибо большое, мы еще не прощаемся с капитаном аккордеоном. Будет еще второе отделение концерта, и вы там тоже будете участвовать. А следующий участник нашего концерта, тоже уже известный вам человек, Борис Спокойный. Я напомню, Борис родом из Москвы, сейчас работает в Бостоне США, физхимик по специальности, всегда любил музыку, но никогда музыкального образования не имел. Тоже уникальный случай. Семья, все научные работники или инженеры. В университете начал играть на гитаре, любит блюз, джазовую музыку. Также в университете увлекся починкой акустических гитар, чинил всем в общежитии. О как! А вот во время пандемии решил научиться играть на гармонии. Где-то после месяцев шести понял, что классические произведения на хромке играть можно далеко не все. Да, это сложновато, и далеко не все можно сыграть. И поэтому решил попробовать баян. Борис любит классическую музыку. Даже сюрпризы будут. Скажем так, самая сложная музыка даже полифония. Учителей баяна в Штатах сложно найти. И Борис изначально учился по моим видео. Проходил «Будь викинга». А потом продолжил заниматься с преподавателем. Сейчас Борис продолжает свои занятия. И я был очень удивлен, насколько обогатился и усложнился его репертуар. В первом отделении Борис сыграет композицию «Как в сказке». Композиция Йохи Маёхова из сборника Клезмера. Пожалуйста, Борис. 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 КОНЕЦ 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 Спасибо большое. С Борисом мы еще не прощаемся. Имейте в виду, главный сюрприз, я бы сказал, будет во втором отделении. Тогда вы поймете, почему я говорил про классику, про полифонию и про одну систему, так сказать, на баяне, которое включается магическим переключателем, ооо, да, товарищи. Но это все во втором отделении, поэтому наберитесь терпения. А следующий участник нашего концерта, тоже постоянный участник, Мордовин Павел. Поприветствуем, я напомню, город Тамбов. Павел вы уже все прекрасно знаете. Занимается Павел в музыкальной школе 7 лет. Собирается поступать в Тамбовский музыкальный институт имени Рахманинова. Учится в 8 классе образовательной школы. Первые уроки музыки Павлу преподал его дедушка. Дедушка Павла баянист-любитель. Все семейные праздники и застолья дедушка играл. И все пели и танцевали под его игру. В 5 лет дедушка показал Павлу несколько детских песенок. И Павел сразу их выучил. Вот так вот, абсолютный слух. После этого Павла решили отдать в музыкальную школу. Весной этого года в Тамбове проходился российский конкурс баянистов. И Павел занял гран-при. Ничего себе. Также проходил фестиваль Папа-мама-я музыкальная семья. И Павел с дедушкой заняли первое место. И сейчас мы с вами, да, попадем именно на этот фестиваль. И посмотрим, как Павел играет с дедушкой. Знаменитый вальс на сопках Манчжурии. Пожалуйста. Знаменитый вальс на сопках Манчжурия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое! С Павлом мы, конечно же, еще не прощаемся. Сегодня еще будет много сюрпризов от Павла, но не все сразу. А следующий участник нашего концерта, тоже постоянный участник новогодних концертов, поприветствуем Алексея Валющенко. У Алексея 5 лет музыкальной школы, музыкальное образование по классу баяна и 4 года Омский областной колледж культуры и искусства. Тоже баян. После этого Алексей работал в музыкальной школе преподавателем по классу баяна. В исполнении Алексея мы послушаем знаменитый вальс Николая Чайкина, который так и называется вальс. Пожалуйста! Пожалуйста! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое! Алексея мы еще услышим и во втором отделении тоже. А следующий участник нашего концерта – Балаганов Матвей, 9 лет, город Саратов, музыкальная школа 17. Уже третий раз выступает Матвей на моем канале с того момента, как начал осваивать инструмент. В феврале проходил областной конкурс народных инструментов по возрастным категориям, в котором Матвей получил лауреата третьей степени. А осенью был конкурс «Мой маленький дебют» – лауреат второй степени. В феврале поступал с пьесами из моих видеоуроков «Любовь и голубь», «Имамин вальс». Я разбирал, да. Матвей учится в третьем классе музыкальной школы. Мы послушаем два произведения в исполнении Матвея. Первое произведение – «Как под горкой, под горой в обработке Сударикова». Пожалуйста! Матвей учится в третьем классе музыкальной школы. Матвей учится в третьем классе музыкальной школы. «Матвей учится в третьем классе музыкальной школы. Матвей учится в третьем классе музыкальной школы. КОНЕЦ Спасибо большое. И знаменитый колобок Гаврилова. КОНЕЦ Спасибо большое. А сейчас начинаем небольшой блок моих учеников. О-о-о! Ничего себе! Фейерверк на улице забил. Видимо, 12 наступило. Новый год! Поздравляю вас, товарищи! Как раз, когда блок моих учеников. Значит, отделение музыкальный фольклор. Основной предмет пения в народном хоре. Но мы стараемся добиться все более сложных произведений, чтобы играли не хуже специалистов, у кого баян основной предмет. К сожалению, не всех учеников мне удалось записать, потому что я болел. Кто-то дома сам записал видео. Кого-то я записал уже в последний день. Нашел силы прийти. Итак, Хаматнуров Тимур, второй класс. Мой маленький ученик. Тимур сыграет нам две пьесы. Русская народная песня «Картошка». Пожалуйста. Спасибо. И вторая пьеса «Крылова. Простая песенка». Спасибо большое, Тимур. О, Тимур, привет! Я вижу, ты смотришь этот концерт. Я тебя даже увидел прямо в камере. Вон, вижу. Всех вижу, кто меня смотрит. Да! Я вижу, ты спрашиваешь, что это такое у меня там стоит. А сейчас покажу. Тимур очень любит всевозможные игрушки. Говорил мне, что у него есть даже раптор. Ну, машина такая. Приносил мне и другие тоже машины. Показывал. И вот я Тимуру решил показать. Вот неспроста у меня здесь стоит эта игрушка. Вот про этого товарища я вам позже расскажу. А вот про эту игрушку расскажу сейчас. Да! Хотел я ее показать Тимуру. Вот, Тимур, смотри. О, какой. Додж-челленджер. Да, это модификация демон. Так что теперь у меня тоже есть хеллкэтыч, так сказать. Тоже тут можно также ее назад делать. И она будет потом вперед ехать. И давайте посмотрим на спецэффекты. Ну, если одну дверь открыть, если одну дверь открыть. И сзади тоже будут фары. Вот, будет такой результат. Если вторую дверь открыть. И сзади тоже. Вот он. Очень мощный автомобиль. Ну, вы знаете, посмотрите, в интернете есть документальные фильмы. Это легендарная машина. Вот капот, значит, открывается. Багажник можно открыть. И, может быть, кому-то будет интересно. Я как-то случайно, вот, когда запускал эту машину, случайно обнаружил, что она еще издает звук, собственно, как она едет. Но я никак не мог понять, как он включается, что я только не делал. Где только не пытался нажать, никаких кнопок нет. Я думаю, что такое. Я думал, может быть, ее нужно оттянуть до самого конца. И потом только я кое-как догадался. Ну, давайте сейчас устроим мы с вами небольшую новогоднюю вечеринку. Оказывается, нужно надавить вот так вот на переднюю ось. Надавить. И вот эти, как бы, два колеса, если на них, передние колеса, если на них надавить, как раз и будет этот звук. Ну, давайте применим магию. О, отлично! Вот она, новогодняя атмосфера. Так-то лучше. Новый год все-таки наступил. Сейчас за окном фейерверки вовсю. Итак, применяем магию. Поехали! Как громко. Все, едем! Да, интересный агрегат. А следующий мой ученик Харин Валерий, третий класс. Мелодия знаменита. Ехал казак за Дунай. Мелодия знаменит. Мелодия знаменит. КОНЕЦ Спасибо большое, а следующая ученица Головина Валерия, второй класс. Сподовики, знаменитая пьеса «Добрый жук». Пожалуйста. А сейчас эксперимент. Во втором классе я решил дать... О, какой салют там гремит. Во втором классе я решил дать Валерии, потому что заметил в ней определенные способности, решил дать очень сложное произведение, написанное языком современной академической музыки. Репников, грустный вальс. Давайте проведем такой эксперимент. Реально ли во втором классе играть Репникова? Пожалуйста. Репников, грустный вальс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо большое. А следующий мой ученик Чупин Захар, 7 класс. Яган Себастьян Бах. Ария. 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 КОНЕЦ Спасибо большое. О, и опять знаменитый колобок Гаврилова. КОНЕЦ Спасибо. Захара. Сейчас мы с Захаром пойдем сыграем мелодию. Расцвела под окошком белоснежная вишня. КОНЕЦ 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 Вот такая вот вишня. А следующий мой ученик Утюмов Максим, 7 класс. Далматов. Марафон. Обратите внимание, по музыке можно распознать, что же происходит. Послушайте внимательно. КОНЕЦ Спасибо большое. А сейчас... О-о-о! Мега-гость нашего канала. Поприветствуем Ольгу Данилову. Возможно, Ольгу вы знаете уже даже лучше, чем меня самого. Сейчас увидите почему. У Ольги очень интересная история. Оля сейчас 6,5 лет. Занимается она с 4,5 лет. Ничего себе, как Рана. С мамой. И мама ее, собственно, и обучает. И самое интересное, что мама Сама научилась играть по моим видеоурокам и самоучителям. Представьте. Сейчас вы еще больше удивитесь, когда увидите, как Оля играет. Оля участвовала уже даже в конкурсе «Виват Баян». И у нее там диплом. По баллам она догоняла участников, которые заняли третье место в своей категории. Также, почему я сказал, что, возможно, вы знаете Олю уже даже лучше, чем меня. Оля участвовала в передаче «Лучше всех» на первом канале. Да. И сейчас Оля уже подбирает многие песни на слух. Очень любит играть. У ней с мамой имеется свой собственный канал на YouTube. И также страница ВКонтакте. Я оставлю ссылки в описании к этому видео. Вы можете там посмотреть другие всевозможные видео. Стоит отдельно рассказать про маму Оли. Ее тоже зовут Ольга. Мама мой давний подписчик. Учится играть на аккордеоне по моим видео. Музыкального образования, что самое интересное, не имеет. Но в детстве у Ольги был аккордеон. Он был очень большой. Стали заниматься частным образом, но после пяти занятий стало ясно, что играть практически невозможно. Даже пальцы не достают до басов. Но, тем не менее, мечта осталась на всю жизнь. И вот семь лет назад Ольге подарили немецкий аккордеон. И она сразу начала осваивать игру, нотную грамоту. Попала на мой канал, стала заниматься. Дело пошло. На уровне первого класса уже освоила. А затем купила своей дочери, вот Оле, гармонь. И стали вместе заниматься. Я, конечно, Ольга, приглашаю вас тоже выступить на моем канале. Не стесняйтесь. А сейчас Ольга-младшая сыграет нам попури, специально подготовленные к Новому году. Попури на гармонии из различных популярных мелодий, которые вы все прекрасно знаете. Пожалуйста. Попури на мой канал. Попури на мой канал. Попури на мой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо большое! Вот так вот увидели мой канал и, видите, мама научилась и научила свою дочь играть. Это, конечно, мне приятно. Спасибо, что вы смотрите мои видео. И сейчас люди продолжают смотреть. Я надеюсь, мы с вами и новые запишем видео. Сейчас просто времени мало. У меня очень много часов в музыкальной школе. Я просто физически не успеваю видео снимать. Просто физически не успеваю видео снимать, но по возможности, конечно, надо, да. А следующий участник нашего концерта, тоже знакомый вам человек, Александр Зинов. Да, поприветствуем! Постоянный участник и новогодний участник и новогодних концертов, и рубрики играют мои подписчики. Это тот самый человек, который мне несколько раз присылал мёд собственного производства. Просто самый лучший в мире мёд. Это не реклама, но моё личное мнение. Настоящий натуральный мёд. Александр Зинов, я напомню, пчеловод. Пасека находится в 15 километров от дома, в тайге. В весенне-летний период Александр находится там много времени. Александр любит лес. В лесу происходит единение с природой. Интересна цикличность. Весна, лето, осень, зима. От коротких дней и тишина. До больших дней полных жизни, пения птиц и коротких ночей. У, на улице всё гремит. Новый год, товарищи! С Новым годом всех! Пчеловодство. К пчёлам Александр относится с огромным уважением за трудолюбие и чистоплотность. Просто их любит. Александр считает это счастьем великим, работать с пчёлами, работать в лесу. Это трудное дело, но по образованию Александр инженер. Нас, говорит Александр, учили решать сложные технические организационные задачи, планировать работать системно. Александр говорит, что достаточно много времени проводит в лесу и на пасеке. И только баян помогает окончательно не одичать. О как! Спасибо большое, Александр, что показали эти фото. А теперь давайте послушаем, как Александр играет на баяне. Итак, пропел гудок заводской. Играет музыка. Пожалуйста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжаем первое отделение Прощание славянки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вальс шумит волна! DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok Дима looking Спасибо большое. Итак, а следующий участник нашего концерта Владимир Икомацких Германия. Тоже уже... daleko не первый раз Владимир появляется на моем канале играл мои собственные обработки популярных мелодий есть у меня обработка мелодии Рождественская песня «Каждый год» Аль-Ли-Яр-Ведер, и Владимир ее исполнял, у меня видеоурок есть. И вот сегодня Владимир и его семья решили эту песню спеть. Вы помните, как Владимир аккомпанировал своим родителям, они пели песню «Белым снегом», знаменитая мелодия. Тоже он мои переложения этой мелодии играл. А сейчас песня рождественская, вот это «Аль-Ли-Яр-Ведер». Не знаю, как правильно читается. Пожалуйста, давайте послушаем «Германия на связи». Аль-Ли-Яр-Ведер, и «Белым снегом», «Белым снегом», «Белым снегом», «Белым снегом», «Белым снегом». Аль-Ли-Яр-Ведер, и «Белым снегом», «Белым снегом», «Белым снегом», «Белым снегом», «Белым снегом». Спасибо большое. Продолжаем песенный блог. Александр Медников, постоянный участник наших концертов «Санкт-Петербург». Я передаю тебе слово, Александр. Здравствуйте. Песня к Новому году. Булат Салыча Куджавы. «Счастливый жребий». После дождичка, небеса просторней, Голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты до Волторны, Капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты до Волторны, Капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, Не военные, а из мирных лет. Расплескалась я в уличках окрестных, Та мелодия о поющих нет. Расплескалась я в уличках окрестных, Та мелодия о поющих нет. С нами женщины, все они красивы, И черемуха вся на в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый, Снова встретимся в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый, Снова встретимся в городском саду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прямо в кровь мою. Это для вас, я думаю, будет открытием. Оказывается, Сергей очень хорошо поет песни под гитару, да. Это было для меня большой неожиданностью. Очень мне понравилось. Вот, я напомню, Сергей из далекого приморского села Золотая долина. Как он говорит, широта крымская, долгота колымская. О, как! Переехали из города в деревню. Строимся. Но это давно еще было, не знаю, как сейчас. Может быть, уже все построили. С юности Сергей на гитаре играет и поет. И вот они нашли старый баян «Восток», и Сергей его восстановил. А, ну да, на баяне Сергей играл. Вот. Но в этот раз Сергей нам исполнит под гитару песню. И в первом отделении, и во втором отделении, Сергей, вы тоже будете выступать. Итак, давайте послушаем. Чай в песне называется «С войны». Пожалуйста, Сергей. В твоем парадном темно, терпкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, В нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, Возвращаясь с войны. Со сладким чувством побед, С горьким чувством вины. И вот твой дом на двери уже новый замок, Здесь ждали тебя так долго. Но ты вернулся. Но ты вернуться не мог, И последняя ночь прошла, В этом доме в слезах. И ты опять не пришел, И ты опять не пришел, И в дом прокрался страх. Страх смотрел ей в глаза, Отражением в темном стекле. Страх сказал ей, Страх сказал ей, Что так будет лучше ей и тебе. Он указал ей на дверь, И на новый замок. Он вложил в ее руки ключ, Сделал так, Чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, И ты сел под окном, Как оброшенный пес, А потом чуть-чуть отошел, И немного замерз. И ты понял, что если б спешил, То мог бы успеть. Ну что тут уж теперь поделать? И ты взял гитару, И начал петь. И ты орал веселую песню, С грустным концом, А на шум пришли мужики, И ты вытащил спичку, Тебе быть концом. Пустая консервная банка, Ее наполняли вином, И ты немного согрелся, И начал бороться со сном. А потом ты им все рассказал, И про то, как ты был на войне, А один из них рикнул, Врешь, музыкант! И ты прижался к стене, Ты ударил первым, Тебя так учил Отец ранних лет. Еще ты успел посмотреть на окно, В это время она погасила свет. И еще раз. И еще раз. Твоё парадо тут темно, Терпкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, В нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, Возвращаясь с войны, Со сладким чувством побед, Скольким чувством вины. Браво! Поаплодируем Сергею! Спасибо большое! Вот так вот. И завершает первое отделение мой друг Кокшин Илья. Илью вы уже видели на моем канале. С Ильей мы вместе учились в музыкальном училище Чайковского На специальности, собственно, баян. В Екатеринбурге вместе в одной группе учились. А потом Илья в консерватории еще учился, Закончил консерваторию и уехал в город Ханемей. Сейчас Илья работает в Ханемейской детской школе искусств. От Ильи будет сюрприз. Сейчас Илья на баяне будут играть. Но во втором отделении вы увидите сюрприз. Я думаю, вы уже догадываетесь, к чему я клоню. Да, скорее всего, правильно догадались. Но все впереди будет. Обязательно смотрим второе отделение тоже. Оно выйдет позже, но ждите. А может быть, вы уже смотрите, когда оно уже вышло. Вот такая вот магия времени. Я сейчас говорю, а для вас это может быть... А может, много лет уже прошло. О как! Напишите обязательно комментарий, когда вы вообще смотрите этот концерт. Итак, завершаем первое отделение. Как шин Илья. Знаменитый русский вальс Бызова. Пожалуйста. Вальс Б… 2 Л Пíll Илья КОНЕЦ 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 Спасибо большое. Все, первое отделение завершилось. Я всех поздравляю с Новым годом. У меня вот незавна Новый год наступил уже 2024 год. Ну что, это еще не конец. Все переходим во второе отделение большого новогоднего седьмого концерта подписчиков нашего с вами канала. Вперед, товарищи, во второе отделение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова